всем привет с вами витяки вячеслав и сегодня вам покажу классную партию сыгранную буквально вчера на портале ческом партия в которой мне удалось мощная атака при разносторонних рокировках и давайте начнем соперник у меня был иранец логин но судя по всему диджея мир и так я играл черными и поехали d4 g6 e4 слон g7 конь c3 d6 слон е3 и а6 а4 надо сказать не самый популярный ход так как зачастую в этих вариантах белые уходят в три ноля да но вот а4 конь f6 f3 два ноля sd2 e5 конь g2 конь c6 здесь честно говоря меня ход удивил ход белых меня очень сильно удивил последовал ход три ноля ну не знаю по крайней мере до прихода шахматных движков так играть боялись да считалось что а4 это серьезная зацепка но вот с переходом движков оценки многие поменялись и принципе эта позиция наверное ничуть не хуже у белых естественно я хожу b5 сразу цепляюсь здесь уже пешка не играет никакой роли следует ход d5 конь a5 конь стремится на поле c4 конь g3 тоже естественный ход слон d7 b4 конь c4 слон c4 bc ну в принципе мне эта позиция нравилась мне казалось что у меня серьезные виды на атаку на атаку белого короля последовал ход король b2 fsb8 и король a3 вот этот маневр меня честно говоря удивил я не думал что так вот можно просто да стать королем на а3 защитить все пешки на самом деле вполне нормальный ход у белых позиция по прежнему наверное объективно не хуже и по ходу партии мне даже казалось что мне сложнее принимать решение находить какие-то веские аргументы я сыграл ладья c8 ладья b1 h5 да ну понятно это скорее не атака да и не попытка прогнать коня а на будущее обезопаситься от возможных движений там где-то h4 к тому же я хотел каких-то вариантах сохранить слона на g7 хотя он здесь и тупой но он важный защитник следует ход ладья d1 король h7 да вот именно ход чтобы не было хода слона h6 h4 и c6 ну понятно что черным что-то нужно делать иначе вообще непонятно где проявлять активность поэтому я пытаюсь крик центр c6 dc ладья c6 конь d5 слон е6 конь f6 слоны в 6 здесь последовал ход слон g5 и это уже серьезная ошибка конечно допускать ход c3 не следовало здесь у белых есть два неплохих хода можно было пойти c3 укрепиться и также еще можно сыграть конь е2 опять же препятствия ходу c3 здесь бы скорее всего я сыграл c3 по крайней мере я так планировал сыграть ну и скажем на конь c3 ну допустим сейчас c7 да ну во время партии мне казалось что у меня серьезная инициатива да но в партии был сделан ход слон g5 естественно сразу я хожу c3 и вот теперь король белых уже в большой опасности мощная диагональ да которую постреливает белопольный слон черных и уже сразу создаются какие-то предпосылки для матовой сети следует ход fsd3 слон g7 слона я пытаюсь сохранить конь е1 и слоны f8 но идея понятна потом слоны f8 я где-то планировал сыграть d5 потом опять и вскрыть все эти линии диагонали на самом деле здесь фактически я сразу мог выиграть и довольно таки красивым образом сильнейшее продолжение здесь это ход а5 кстати говоря можно здесь пойти d5 но опять конечно я думаю самое сильное принципиальное дело в том что на b5 распоряжение черных есть на мой взгляд очень красивое решение это ход f8 вот так вот жертвуем ладью на c6 но дело в том что после bc мы ходим d5 шаг да но здесь все сыпется просто там на король a2 просто d и выиграли ферзя эта позиция абсолютно безнадежно да что самое интересное после a5 да после a5 белые фактически вынуждены играть b5 грозит то ход a b ну скажем на конь е3 я хожу а b и на ладья b4 здесь вы сами можете потренировать технику расчета вариантов я вам покажу несложное но на мой взгляд красивое решение ладья 4 шаг и на король a4 ну скажем ферса 7 можно ферса 8 пойти и на король b5 вот такой вот красивый мат поэтому вот опять наверное выигрывал сразу я сыграл слон f8 конь е3 и здесь d5 вот именно эта идея меня захватила во время партии а здесь конечно какие-то варианты я считал в принципе я вам сейчас покажу ед это и случилось в партии я пошел опять но дело в том что dc здесь давайте покажу dc здесь бить нельзя здесь просто а б да буквально мат несколько ходов да следует ход dm а б король b3 и ладья а4 вот здесь в принципе я закончил расчет вариантов и считал что позиция у черных должна быть выигранной действительно на король a4 черные ходят ферса 7 на король b3 ферса 3 мат а на король b5 опять же ферса 6 мат да и непонятно как играть как играть белым но мой соперник находит наверно строго единственное решение да но еще надо сказать что на ладья a1 следует вот ладья 3 шах да и здесь белые тоже получают мат несколько ходов единственный ход это вход конь c4 что и сделал мой соперник следует вот ферса 8 опять же вновь создавая угрозу ладья а3 ладья а1 опять же строго единственная ладья а1 ладья а1 ферса 1 и казалось был черных лишнее качество плюс матовые угрозы последует ход е7 здесь я немного потерял нить управления сыграл слон е7 что наверно правильно слон е7 и здесь надо было просто сыграть ферс b1 шах и на король a4 ходить b3 да и здесь ученых выигранная позиция белые не успевают создать какие-то матовые угрозы черному королю но угроз здесь много да и ферса 2 шах и просто pc здесь позиция не держится белые остаются без материала да ну сразу скажу что партия уже игралась на секундах да я сыграл машин на ладья а6 и после король b4 партия по сути начинается заново конце концов не удалось его выиграть не без доли везения но тем не менее на мой взгляд партия получилась довольно таки интересной нас изобилием тактических вариантов вообще очень симпатичная на мой взгляд атака и комбинационные мотивы а я надеюсь вам понравился данный пример всем спасибо за внимание и до новых встреч